Пушкин Просто потому, что это мой любимый поэт И поэт, которого писатель Которого, как мне кажется, я более или менее знаю Люблю и с удовольствием обсуждаю Значит, где-то там вот на горизонте у нас маячили анчар и пророк Но мы решили остановиться на капитанской дочке И я думаю, Филипп, если посчитает нужным, скажет, почему Именно нам захотелось, значит, вот говорить о капитанской дочке Естественно, что как только стал понятен объект нашего разговора Я перечитал капитанскую дочку И обнаружил, что, как и, конечно же, во всякой великой книге Я ее сейчас читаю абсолютно иначе, чем читал раньше А потом я стал читать критику Главным образом, конечно, советскую И вдруг понял, насколько глубочайшим образом неадекватна советская критика повести «Капитанская дочка» Значит, для советской критики в адрес капитанской дочки Было, знаете, вот свойственное отношение, оно формировалось в 20-х годах То есть сто лет тому назад И чем дальше, тем как бы вот эта критика становилась все более не литературной, а социальной Потому что, ну вот смотрите Если предположить, что эти критики жили в стороне советов, что есть факт Для них было важно Вот есть дворянство и есть народ То есть то дворянство, которое за народ, это, в общем, хорошее дворянство То дворянство, которое не за народ, это, в общем, плохое дворянство Но, с другой стороны, два, как бы, персонажа капитанской дочки Оба дворяне, и Гринёв, и Швабрин Но вот к Гринёву у нас сердце лежит, а к Швабрину не лежит И, казалось бы, Швабрин за народ, а Гринёв нет, вроде бы Тогда почему у нас сердце лежит к Гринёву, а не к Швабрину? И советское литературоведение оказалось в таком капкане Советским литературоведам нужно было объяснять Что вот почему этот хороший, а этот плохой Хотя они оба должны быть плохими Или, в общем, всё наоборот Лотман даже придумал такую историю Лотман придумал, что не то, чтобы там один плохой, а другой хороший Ни, они все вместе боролись с самодержавием И Пугачёв, и Гринёв, и Швабрин, и, в общем, всё это было против самодержавия Значит, всё в порядке Ничего подобного Когда я перечитал «Капитанскую дочку», я увидел, что эта повесть Вот смысл этой повести великолепно раскрывается в её эпиграфе «Береги честь с молоду» Это повесть о чести Это повесть о том, как молодой дворянин Гринёв Старается быть честным и старается беречь свою дворянскую честь Сначала он сталкивается со Швабриным И у них со Швабриным происходит дуэль из-за чести Потом он сталкивается с Пугачёвым И вот он делает всё, чтобы Пугачёв его, ну, я не знаю, повесил, наказал Вот он делает всё Но Пугачёв оказывается очень великодушным таким вот человеком И всё Гринёву сходит с рук На самом деле вопросы чести для Пушкина, вы знаете, они были очень-очень важны Существуют, ходят легенды о том, с кем Пушкин дрался Сколько раз, значит, у него бывала дуэль подготовлена Но, значит, либо друзья успевали помирить дуэлянтов Либо ещё что-то случилось, да? Вот, я не знаю, вот стихотворение «Чёрная шаль» Гляжу, как безумный, на чёрную шаль И хладную душу терзает печаль Да, значит, вот Амерический герой, он пирует с друзьями Вдруг, значит, к нему приходит презренный еврей И говорит, вот ты тут пируешь, а твоя подруга-гречанка Тебе изменяет Вот, да, в покой отдалённый вхожу я один Неверную деву лобзал армянин Значит, он тут же их обоих, значит, убивает А потом глядит, как безумный, на чёрную шаль Что случилось после этого? Один из армянских купцов Кишинёва вызвал его на дуэль Да, или там другая история Вот, было мне, друзья, и Кухельбекерна, и тошно Тут, значит, Кухельбекер его вызывает на дуэль Но это так, это, знаете, это на уровне анекдотов На самом деле и Пушкин много раз вызывал на дуэль по самым разным поводам То же самое и Гринёв Да, вот Швабрин обидел его Машу И немедленно, вот, состоялся вызов И потом состоялась дуэль Швабрин ранил Гринёва Чем, значит, Гринёв снискал всеобщую симпатию Что обычно так и бывало Всем, все мы помним дуэль в Евгении и Онегине Да, теперь сходитесь Хладнокровно Еще не целя, два врага Там ровно четыре перешли шага Четыре мертвые, четыре смертные ступени Свой пистолет тогда Евгений стал потихоньку поднимать Дуэль в капитанской дочке Вопросы чести и удовлетворения пороганной чести в Дубровском Для Пушкина это было очень важно Вот, и другой вопрос Вот он, Пугачев Вот стоит этот мальчик перед всесильным Пугачевым И Пугачев говорит На вот, целуй мою руку, государеву И Савельич там его подначивает Ну, поцелуй, ну что, тебе жалко, что ли Давай, государь, да, вот зато будешь жив А он вот нет И побеждает Вот, да, вот этот вопрос Его чести, его дворянской чести Его офицерской чести Он был невероятно важен И тут мы приходим К тому, а что такое это офицерская честь В начале девятнадцатого века Собственно, и в конце восемнадцатого И в начале девятнадцатого века Офицеры считались Мужчинами высшего класса Вот мундир делал, так сказать Из обычного мужчины Мужчину необычного Он немедленно Вот у него возникал такой ореол Знаете, вот Чести, благородства, защитник Он, значит, вот немедленно становился В то время Вот мундир был настолько важен Запятнать честь мундира Это было Одно из самых тяжелейших Нравственных, этических Преступлений В начале девятнадцатого века И Швабрин Он запятнал честь офицерского мундира И смотрите, что происходит Значит, Гринёв Вот альтер-эго Гринёва Да, вот кто противопоставлен ему Повести Это Пугачёв И это видно по целому ряду признаков В том числе и потому Что в то время В повестях Для того, чтобы раскрыть Личность героя Личность героя Раскрывалась В диалогах с его альтер-эго И личность Гринёва Раскрывается в диалогах с Пугачёвым А Швабрин Он как бы вот низведён До уровня одного из углов В любовном треугольнике Очень хорошо Я очень рад этой вашей мимике Потому что вы мне будете возражать И у нас получится полемика Вот И последнее, что я сейчас Вот в этой части скажу Это то, что В русском литературоведении И в анализах литературы Очень принято Рассматривать произведения В приближённости К сегодняшнему дню И к сегодняшним реалиям Я думаю, что Вот эта традиция Сыграла также роль В том, почему мы сейчас Разговариваем Говорим о капитанской дочке И в частности Идея-то Вот О маленьком простом человеке Во время Крупных исторических событий И как Пушкин решает Это на Примерах Вот Людей, которые Попадаются На пути Гринёва И собственно И самого Гринёва В повести Я Знаете Ну конечно Великие произведения Они тем и великие Что они всегда Актуальны Мне Мне самому Не так-то просто Говорить о том Вот Как бы Современный Гринёв Вёл себя В современной России Но Я понимаю Я понимаю Других Других частей Советского Союза Украинских Диссидентов Грузинских Армянских И Вот Тут Мы Сталкиваемся С целым Набором Серьёзных Этических Проблем Которые Тогда Беспокоили Диссидентов Мне Кажется Что Вот Эта Проблема Встать И Сказать Что Думаешь Она Очень Актуальна И Сейчас И Ещё Более Актуальна Потому Что Сейчас Проблематично Не просто Встать И Сказать Что Думаешь А просто Поставить Лайк На Каком-то Из Под Каким-то Из постов В социальных Сетях И В общем-то Каждый Из Нас Решает Эти Этические Проблемы По-своему И Я И Уверен Вот Все Мы Тут Я Делаю Паузу Прошу Спасибо Я Хочу Сказать Что Я Страшно Благодарен Тому Что Мы Говорим Об этой Книге Именно Здесь Год Назад Я Как Говорит Пушкин По Сцеплению Обстоятельств Очутился В Ереване Сам Там Не Ожидаю И Провел Здесь Прекрасные Дни За Что Всегда Благодарен В частности Я читал Капитанскую Дочку Именно Тогда И Она У меня Тех Связана С Ереваном Так Что Все Абсолютно Логично Не И С С Олимбургом А С И Мне Кажется Что Это Книга Про Преодоление Всяческих Невозможностей Это Интересно Что еще Говорить Но Все Таки Немножко Немножко Поговорим И Можно Разговорить Про ее формальные Особенности Что называется Про то Как Пушкин Смешивает Разные Жанры Вот У вас Исторический Роман Вот У вас Семейная Хроника Вот У вас Сказка Все Это Смешанное И Получается Какое-то Что-то Новое Вот Можно Говорить Про то Что мы Сейчас Называем Пасхалки Пасхалки Для друзей Например Для друзей Лицеистов Про это Тоже Чуть Надеюсь Успеем Поговорить Это Очень Обаятельно Можно Поговорить Про Про то Как Важно Чувствовать Частью Историй Что Для Многих Из Нас Возможно Супер Актуально И Еще Что Мне кажется Особенно Интересным Сейчас Когда я ее Перечитывал Подумать Про то Как Это же Книга О чуде И Очень Интересно Поговорить Про механику Чуда Как Пушкин Объясняет Что это Такое Они Написаны Очень Много Текстов Мне Как раз Текст Лотмана Кажется Невероятно Обаятельным Важным Интересным Очень Точным Всем Очень Советую Замечательный Текст Александра Долинина О том Как Я слишком Громко Говорю А так Лучше А может Без микрофона Хорошо Так И вы Молчали Все эти 24 минут Хорошо Текст Александра Долинина Текст Юлианова Воксмана И так Далее И Когда ты Читаешь Эти Тексты То Среди Прочего Встречаешь Одну Из Важнейших Обстоятельств Написания Этой Книги Это Два Слова Вальтер Скотт Это Время Когда Все Читают Вальтера Скотта По всей Европе И В России Каждый Человек Который Начинает Писать Историческую Книгу Объявляется Русским Вальтером Скоттом И у нас Довольно много Вальтеров Скоттов В середине 19 века Пушкин Говорит Я заткну За пояс Вальтера Скотта И Конечно Этим И занимается Иногда Буквально Мы увидим Что Какие-то Мотивы Из Роб-Роя Переходят В Капитанскую Дочку Абсолютно Свободно От того Как Отец Отправляет Своего сына На военную Службу До каких-то Прямых Описаний Соответственно Между Швабриным И героями Роб-Роя Но Там есть Одна Интересная Вещь То есть Вероятно Пушкин Говоря Что он Заткнется За пояс Вальтера Скотта Имеет Ввиду Не просто Соревновательность В том Что касается Писательского Мастерства Допустим А еще И в Совершенно Другом По отношению К Вальтер Скоттовскому Отношению К истории Что такое История У Вальтера Скотта Использую Это скучное Слово Дотерминизм Есть Сила Истории Человек Внутри нее Действует У Пушкина Иначе И Будем считать Что это Что это Что мы к этому Вернемся В самом конце Нашего обсуждения Потому что Это центральная Штука Про которую Хочешь сейчас Говорить Что такое Человек Внутри Большой Истории И Один из Самых Важных Способов Читать Книги Сейчас Это Задавать Вопросы Которые Тебе Именно Сегодня Кажется Все книги Которые Написаны Великие Книги Они Как будто Про нас Сегодня Мне Кажется Что Человек Что В случае С Капитанской Дочкой Одна Из Важнейших Вещей Которые Нас С ней Соединяет Этот Вопрос Ответ На вопрос А как Человек Действует Внутри Природных Катаклизмов Природных В смысле Историй И смысле Буквально Буранной Метели И Как он Может Внутри Разных Лагерей Себя Не потерять Или Наоборот Себя Найти Кажется Это Дилемма Которая Перед Многими Из Видеть В ней Разные Контексты Она В некотором Смысле Может быть Таким Идеальным Учебником Истории Но Не В смысле Что По ней Можно Изучать Историю Пугачевского Бунта Ни В коем Очень Я не помню Точное Определение Бедно Написанное Что-то В таком Духе Ну Как-то Непышно Да Это Слава Богу Именно Поэтому Я Например Ее Люблю Там Нет Ничего Лишнего Каждая Каждая Деталь Важна И Начинаешь Разматывать Эти Детали Есть Прекрасный Персонаж Помните Который Говорит Мадам Живопри Вот Кю Французский Французский Воспитатель Гринева Который Приезжает В 60-е 70-е Годы В 18-е Века В Симбирскую Губернию Это Вряд ли Могло Происходить На самом Деле Потому Что Французские Мигранты Поедут В Россию В конце 80-х 90-х Годы После Французской Революции Через Это Мы можем Рассказать Про Значение Французской Миграции Для Пушкинского Поколения Или Отец Гринева Судя по всему Был Одним Из Людей В окружении Миниха И в 62-м Году Когда Пал Когда был Свергнут Петр Второй Пришла Екатерина Он Вышел В отставку И поэтому Мы понимаем Что он Так ворчливо Читает Про Своих Прежних Сослуживцев Новости О том Как они Идут По карьерным Лестницам И почему Он так Не очень Как-то С уважением Вероятно Относится К естерине Великой И таких Деталей Которые Тебя Расширяют Книгу Их Очень много Я Больше всего Люблю Историю Про Вот эти Лицейские Пасхалки Книгу Пушкин Отдал Цензуру Подписав 19 октября 35-го 19 октября Важнейший День Начала В жизни Пушкина А теперь В нашей Всеобщей И Это Конечно Не просто Так Как только Гринёв Приезжает В крепость Он Узнает Что в ней Служит Священник По имени Герасим Герасим Имя Человека Который Преподавал В лицее Закон Божий И Самый Красивый Привет Своим Друзьям Это Когда Уже В финале Помните Маша Приезжает В царское Село На станцию Почтовую Которой не было Тогда При Екатерине Она появилась Уже В Пушкин Ну уже Во время Начало 19 века И Этот Анохронизм Он Он Очень Красивый Может быть Мы успеем Поговорить Про то Как Чудесное Преобразует Историю И в общем Не важно В каком году Что произошло Важно К чему Это привело Я очень Извиняюсь 19 октября Это день Когда Значит Вот День выпуска Из Царско-сельского Лицея И Пушкин Всегда Каждый год Отмечал 19 октября Стихотворение Ну не каждый Год Когда Удавалось Вот Среди Этих Знаменитых Стихов Роняет Лес Багряный Свой Убор И Бог Помочь Вам Еще Да В 36 Году Он тоже Пишет Стихотворение 19 октября Там есть Вот эта Знаменитая Срочка Игралище Игралище О боже Забыл Давай Не помню В общем Тоже Связанное С тем Как Как история Что история Делает человек Эпоха Когда написана Капитанская дочь Когда она Придумывается Это Время Когда Общество Когда читатель Пушкинский читатель Открывает Для себя Историю Карамзин Ложечников Фольклорный Бум Мой Любимый Персонаж Алексей Мерзляков Который Перепридумывает Русские Народные Песни Скажем так Люди Вдруг Открывают Свою Историю И Людям очень важно Видеть себя Частью истории Я не знаю Как Какие у вас Ощущения В связи с тем Что мы Оказались Последние Годы Вовлечены В огромную историю В огромные Катаклизмы Но От этого Ощущения Есть Двоякое Чувство С одной стороны Ты Свидетель Исторических Событий Пучемник Истории Ты в центре Всего С другой стороны У тебя Отнята Простите За это Скучное слово Агентность Ты Как бы Ну Ты Вот Внутри Бурана Ничего не видать Куда-то Несет Периодически Какие-то Мужики Выходят Из снега Как в Кабинатской Дочке И Мне кажется Что Это Чувство Когда Я Очутился В Армении У меня Было Совершенно Другое Ощущение Мне Как будто Бы История Вернулась В какой-то Степени Объясню Это Чуть-чуть Отойдя Прошу Прощения От Капитанской Дочки Когда Ты Переходишь В Матэна Даран Ты Восхищаешься Рукописями Старинными Книгами И прочее А потом Выходишь На свет И Видишь Арарат Видишь Ереван Видишь Армению И у тебя ощущение Что ты Просто Что книжка Продолжается Что продолжается История Мне кажется Что у Армении Есть вот это Невероятное Чувство История И И И Постоянные Связи Поэтому Поэтому Главный Музей Это Музей Книги Музей Памяти Музей Музей Связей В России С этим Гораздо Хуже И со Связями И с Исторической Памятью Все Каждый раз Начинается Сначала Ничего Не было Ничего Не было Пушкин Капитанская Дочка Среди Прочего Создает Человека Которого Есть История Вряд ли Вот Если Представим Себе Реального Молодого Человека Который Встречается С Пугачевым И Предъявляет Ему Говорит Да ты Такой Самозванец Как Лжедмитрий Мог Лил Знать Лжедмитрия Но Пушкин Его Делает Знающим Лжедмитрия Делает Знающим Происторический Процесс И Мы Сегодня Как раз Говорили С нашими Армянскими Друзьями О том Что Там Совмещается Два Плана С одной Стороны История Есть Исторические События Исторические Имена Большие Явления С другой Стороны Семейная Сага Семейная Хроника Вот На этом Соположении Происходит Какая-то Магия Человек Оказывается Частью История Мне Кажется Что В тот момент Когда мы Что бы ни Значило Это странное Слово Начнем Чувствовать себя Частью Истории Твои отношения К человеческой Жизни Начнут Меняться Ты не Ты не Винтик Ты не Пыль А ты Часть И ты Агент Ты Не иной Агент А А ты Часть Субъект Ты субъект Да На этом Прервусь Большое Спасибо Знаете Я просто Хочу Опять В виде Реплики Да Вот Вы Привели Слова Толстого На самом Деле Если Посмотреть Внимательно Я Очень Надеюсь Что Наша Встреча Станет Толчком К тому Чтобы Вы Перечитали Капитанскую Дочку Сначала Язык Намеренно Архаичный Вот В начале Повести Язык Намеренно Архаичный Потому Что Это Вот Якобы То Что Пишет Гринёв В виде Своего Дневника В виде Своих Воспоминаний И Постепенно Пушкин Забывает О том Что Нужно Держаться Архаичного Языка И Переходит На Вполне Нормальный Современный Ему Язык Но Первые Страницы Капитанской Дочки Там Вы знаете Современному Читателю Современному Ребёнку Особенно Нужно Переводить Я вот Помню Только Один Пример Это Слово Инвалид Которое Тогда Означало Ветеран Значит Вот Старослужащий Грубо говоря Да Есть Масса Других Примеров Они Раскиданы Буквально По первым Страницам Этой Книги То Есть Пушкин Намеренно Вот Как-то Не то Чтобы Объединял А изменял Свой язык И архаизировал Его Для того Чтобы показать Что типа Это не я пишу А Гринёв Да Я к этому Добавлю Что собственно Книга Вышла Без Фамилии Пушкина Еще Расскажу Нормально Книга Вышла Без Фамилии Пушкина Именно Потому Что Это Часть Жанра Как будто Б Может Это Правда Не Пушкин Но Все На самом Де Знали Что Это Пушкин Потому Что Он Успел Ее Почитать В Петербурге То То Эта Игра Продолжается Да Да Вот Вы знаете Мне Невероятно Ценным Показалось Ваше Замечание И не одно Замечание Вот Где вы Пропускали Эту книгу Через себя И через Своё Сегодняшнее Состояние Для меня Это было Очень Ценной И Вот Знаете Как Ценным Замечанием И очень Эмоциональным Замечанием Которое Я Обязательно Унесу С собой Домой Сегодня Если Разрешите Я вам Еще Несколько С собой Дам Потому Что Вообще Каждое Поколение Читает Великие Книги По-своему Есть Прекрасная Фраза Кократовской Дочке Помните Момент Когда Отец Петра Горенева Приходит Проверить Как Идут Дела У его Сына В смысле Образования С Свою Вот Кю Например Встречается Исследование Которое Объясняет Отношения Горенева С родителями Как бунт Против родителей Против Родительского Авторитета И Есть Даже Такая Идея Фрейдистская Трактовка Что Когда Пугачев Убивает Родителей Маши Он Исполняет Петру Желание Тайное Желание Петра Горенева Слава Богу Такой Ахинеи Не очень Много Мне встречалось Но Конечно Очень сложно Отделить Какой-то Завешенный Холодный Анализ И мы Сегодня Вообще Не занимаемся Я прошу Прощения У школьников Которые Вдруг Решат Как-нибудь Использовать То что Я скажу Вообще Даже Не думать Но Желание Да Отделить От желания Что-то Вчитывать Вчитывать Свое Время И Самого Себя Но Сейчас Да Может быть И не только Сегодня В эту Книгу Ты видишь Пресловутое Желание Быть Самим Собой И Вопрос О том Как Сохранить Человечность В Средствах Которые В принципе Для Этой Человечности Не Предназначены И в этом Смысле Она для Меня Когда Сейчас Я ее Перечитывал Для меня Она связана С тем Что Сейчас Происходит В России То Что Мне Хочется Называть Тайным Обществом Сопротивления Не всегда Тайным Но Тайным В том Смысле Что Часто Люди Не знают О том Что Что Их Много Что Их Больше Чем Кажется Антивоенное Сопротивление Антипутинское Сопротивление Огромно Мы Не можем Его Посчитать Так же Как Не можем Посчитать И уровень Поддержки Войны Не для этого Никаких Инструментов То есть Какие-то Есть Но Они Минимальны Это Поле Для Спекуляций Но Всякий Раз Когда ты Читаешь Про Открытие Нового Дела Ты Думаешь Про То Я Думаю О том Как я Восхищаюсь Человеком Который Выходит В 23 В 24 Году На улицу С Плакатом И Есть Совершенно Разнообразная Разнообразная Форма Этого Сопротивления Я Читаю Что Учитель Который В школе Говорит Что Насилие Это Зло Участник Этого Сопротивления И Часто Мы Знаем О том Как Люди Теряют Работу Из-за Этого Так же Как И те Кто Проводит Вечера Украинской Музыки Или Поэзии Это Участники Этого Сопротивления Не говоря О тех Кто Выходит На улице С плакатами И Вступает Против Войны Сегодня Я Прочитал О Человеке По имени Арсений Бутрин Прощение Турбин Арсений Турбин Это Самый Молодой Политзаключенный России Его Приговорили Когда ему Было 15 Сейчас Ему 16 Пятилетний Срок Вообще По В списке Экстремистов И террористов Сейчас Включено Если не ошибаюсь 93 Несовершеннолетних Человек В России Кроме Всего Прочего Это О том Что Страна Что Государство Боится Молодости И боится Будущего И правильно Делает В смысле Что боится И А еще Это Ты не можешь Не думать Про Читаешь Китанскую Дочку И думаешь Как этот Человек Делает То Что Он Делает Как Он Превозмогает Твой страх И говорит Пугачеву То Что То Что Считает Нужным Исходя Из своих Принципов Из понятия Чести О котором Говорим Марк Я подумал Что Это хороший Ответ На вопрос А что Писать Что Писать Людям В тюрьму Моя подруга После того Как освободили Карамурзу И Карамурза Призвал В очередной раз Пишите письма Полицекам Сказала Ну а что Что писать В этих писемах Это правда сложно Ты не знаешь От этого человека У тебя миллион Разных Сомнений Отговор Я предлагаю Например Присылать Цитаты Из Капитанской Дочки Пусть это будет Нашим Нашим Очередным Паролем Я Наверное Как-то Слишком Много Уже Всего Говорю И не даю Слово Вам Я Я кивал Не поэтому Хорошо Знаете Вот Очень любопытно Я просто Такую реплику Тоже скажу Когда Вы говорили О Французе Обучении Когда я читал Эту часть У меня в голове Стучали Строки Из Евгения Онегина Мосье Лабе Француз Убоги Чтоб не Измучилось Дитя Учил Ему Его Всему Шутя Не докучал Моралью Строгой Слегка За шалости Бронил И в летний Сад Гулять Водил Мы все Учились Понемногу И так Далее И Да Это было Принято Это было Причем Это было Принято В Пушкинское Время А не В Пугачевское Время В дополнение К тому Что Вы сказали Потому что Вот это Нашествие Французов Оно В общем-то Было После Наполеоновской Войны 1812 Года Нет Хотя Нет Неправда Извиняюсь Тут я сделал Слишком Вольное Допущение Нет Уже В детстве Пушкина Были Эти Французы Мне кажется Что это 90-е годы 70-е После Революции Вот видите У меня Так просто Такая простая Была Ассоциация А Вы Вывели Из этого Очень Очень Важную Очень Интересную Историю Спасибо Спасибо Я Хочу Еще Два Слова Сказать Про Вот этот Вольтер Скоттовский След Почему Это Важно Потому Что Да Есть История Она Такая Длинная Такая Сложная Такая Страшная Она Как Буран Ты Внутри Нее Оказываешься Но И Маша И И И Гринев Они Они Вдруг Выходят Из своих Из того Что им Предназначено Из своих Социальных Ролей И делают Вещи Которые В принципе Ну Вообще Не очень Возможны И Оказывается Что они Помогают Истории Они становятся Савторами Истории Богу Про Бога Очень Важно В связи С этой Книгой Говорить Потому Что эта книга Написанная Абсолютно Там очень много Божественного Вмешательства Там очень Много Идеи О том Что Делай Не делай Человеку Того Что ты Не хотел Чтобы Сделали С тобой Эта книга Я не хочу Сейчас Кого-то Кого-то Пугачиться Сейчас начнется Христианская Проповедь Хотя Почему бы и нет Но Эта книга Написанная В ней Очень много Христианства Не РПЦшного Прости Господи А Настоящего И И так Получается И вот Эта механика Чуда Где есть История Где есть Вера в свои силы Вера в Бога И есть И есть Принципы Которые говорил Марк Есть Понятия Чести Которые Ты не можешь Пренебречь Нисмотря ни на что И вот Все вместе Вот эти Три составляющих Приходят к тому Что происходит Преодоление Невозможностей Происходит Чудо И В русской Литературе Появляется Может быть Одна из Немногих Книг Счастливых Книг Которые При этом Все стоит На своих местах Ты всему веришь Или нет Или да Да Может быть Настал момент Для вопросов Можно я Первый вопрос задам Спасибо Я Хотел бы спросить Вас коллеги Просветители Об образовании Сейчас загуглил В восьмом классе Читают Капитанскую дочь Мне кажется Что во времена Моей советской школы Это было раньше Почему-то Либо я ее раньше Прочел Но почему-то Это гораздо раньше Это было раньше Было раньше Вот И А нужно ли вообще Это первый вопрос Да Вот такой Полный вопрос Нужно ли вообще Читать Капитанскую дочь В школе Потому что В школе По всей видимости Она действительно читается Как Филип говорит Как Вальтер Скотовщина Второе Ужасные вещи Происходят В российской школе Сейчас То есть Мы теряем Поколение Можно сказать Ну Наверняка Мы не потеряем Эти поколения Полностью Но что там Изменится Но тем не менее Именно у молодежи Мы можем Наблюдать Именно ту субъектность Которую говорил Филипп А не у старшего Поколения Советского Или там На излете Советского Союза То есть Именно у молодежи Желание И требования Этой субъектности Оно присутствует Даже по Судя по Составу митингов На которые Молодежь выходила Последние предвоенные годы И Исходя из этого Может быть Как-то по-другому Нужно читать Эту книгу Либо вообще Ее не читать Оставить Но Вот эта вот Избитость Пушкина Она Отталкивает От классики Молодежь С одной стороны С другой стороны Будет зависеть От учителя Вот В общем Такой невнятный вопрос Я сформулировал Но я думаю Что вы сможете Отвести Спасибо Спасибо за вопрос Я сам в школе Никогда капитанской дочке Не учил Потому что Я учился И закончил Армянскую школу Где Я даже не помню Есть ли там В каких-то программах И была ли она Или нет Но я преподавал В русской школе И капитанскую дочку Тогда в мое время Я преподавал В седьмом классе То есть Это было Знаете как На самом Стыке Советского Союза И Его развала Знаете как Ну вот Будь на это Моя воля Я бы вообще Классическую литературу Преподавал Не в школе А чуть постарше Начиная с 16-17 лет Но я понимаю Так же Что Ну это очень Субъективно С моей точки зрения Потому что Я прекрасно Совершенно У меня были Прекрасные классы Где мы По-моему Прекрасно Учили Пушкина Значит Евгения Онегина Это вот Сколько это 14-15 лет Да И Значит Когда Мы проходили Евгения Онегина Я говорил Детям Вот Чтобы получить Тройку Вы учите Три Страфы Чтоб четверку Четыре Чтоб пятерку Пять А кто Сможет Сказать Больше Чем я Наизусть Тот Получит Пятерку В четверти Но я не говорил Сколько я могу Да И На самом деле Вот эту Пятерку В четверти Дети получали За усилие Но Когда Когда Ты Преподаешь Вещи Которые Детям Непонятны Чужды Вот Мертвые Души 14-15 Летним Детям Они Непонятны Слово О полку Игореве Какой Ужас То есть Я Это просто Сериал Это триллер Какой ужас Это Это Я Прости Я сейчас Поспорю В советской Школе 13-14 Летним Детям В армянской Советской Школе Ну Русской Да В Армении Это Живот Спасибо Я Не разделяю Ваш Денисом Скепсис Мне кажется Что Я думаю Так В каждом Возрасте И в каждом И в каждом Даже В каждом Этапе Своей Жизни Ты по-разному Читаешь Книги Даже Если Это Плохая Книжка Даже Если Ты не Мешь Держать Микрофон Нормально Исходя Из вашей Логики Получается Что Когда тебе 14 или 16 лет Тебе Стоит Читать Что Что Ну Например Инструкцию По Пользованию Чайником Там Все Вроде Понятно Но Я думаю Что Вопрос Чтения В школе Это вопрос Что ты Подсвечиваешь На что Ты обращаешь Внимание Можно И мы знаем Этому Примеры Прочитать Повесть Временных Лет Как Как Нетфлифский Сериал В котором Сталкиваются Невероятные Силы И ты Болеешь За тех И за этих А мертвые Души Помните Фразу Из-за Сколько Там Из-за Сейчас Навру Обед И значит Из-за Десять Минут Доехал Всего Осетра Доехал Всего Осетра Ну Это же Это фраза Которую Там много Этих Языковых Чудес Их Можно Показывать Потом История Про Какого Жулика Который Это 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 вопрос Разговора В этом отношении Мне кажется Капитанскую Дочку Не то что Можно Я бы Предложил Ее Каждый Год Читать В школе Начиная Ты читаешь С пятом Классе Шестом Седьмом И каждый Раз Ты ставишь Новые Вопросы Подсвечиваешь Новые Вещи И например Можно Одну Фразу Изучать Про Мысл Доброй Надежды Прекрасная Фраза Можно Поговорить Про Географию Про Жюльвер Про Все На свете Может Прекрасный Урок Я бы Хотел Чтобы Мне Капитанскую Дочку Мне Еще Повезло С учителями Я понимаю Что у меня Некоторый Специальный Опыт Но я Уверен Что Я Не Один Такой Что Касается Потерянных Поколений В том Числе Поэтому Я Советую Читать Капитанскую Дочку Она Если Для Пушкина Это Было Женить Фигаро То Для Нас Капитанская Дочка Может Быть Таким Утешением Именно Потому Что Ну Здравый Смысл Тебе Говорит Все Труба Поворачивайся К стенке Носом И Не Отсвечивай А Капитанская Дочка Говорит Нет Не Так Врешь Да Барин Беда Буран Красиво Да Еще Барин Беда Буран Фонетика Но А потом Оказывается Что То Что Ты Делал Исходя Из Своих Принципов Вопреки Здравому Смыслу Оказывается Спасительным Для Себя И Ты Никогда Не Знаешь Что Будет Завтра И Послезавтра И Это Спасительный Спасительный Привет Он Нужен И в Пятом Классе В 25 Здравствуйте Меня зовут Диана И Я Вас Очень Сильно Благодарю За Этот Вечер В Таком В 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 Много После Того Как Я Там Преподавал И Соответственно Нам Неоднократно Кушкинской Школе Говорили О том Что Александр Сергеевич Кушкин И Сегодня Неоднократно Звучала Эта фраза И Я Хочу Узнать По Вашему Меню В Чем Эта Величина Потому Что Мы Ходили Вокруг На Обла Этой Величины Но Не Ответили В Чем Она Заключается Это к вам Я не говорил Этого Знаете Для меня Величие Пушкина В его Потрясающей Простоте Да Вот Я сейчас Просто Отойду Немножко От Текста Капитанской Дочки Потрясающая Простота Да Вот Я вас Люблю Хоть Я Бешусь Хоть Это Труд И Стыд Напрасный Но В Этой Слабости Несчастной У ваших Ног Я Признаюсь Мне Не к лицу И не По летам Пора Пора Мне быть Умней Вот Но Знаю По всем Приметам Болезнь Любви В душе Моей При вас Мне Грустно Я Вздыхаю Без вас Мне Скучно Я Терплю Но Боже мой Вот Сказать Желаю Мой Ангел Как Я Вас Люблю Это Же Проза Но Это Великая Поэзия Понимаете Вот Вот В этой Простоте Такой Ясной Кристальной Такой Знаете Вот Простоте Для меня И есть Вот То самое Величие Все Говорят Нет Правды На земле Но Правды Нет И Выше Для Меня Так Это Ясно Как Простая Гамма Родился Я С любовью К Искусству Ребенком Будучи Когда Высоко Звучал Аргам В старинной Церкви Нашей Я Слушал И Заслушивался Слезы Упрямые И Сладкие Текли Отверг Я Рано Праздной Забавой Науки Чуждые Музыки Были Постылы Мне Упрямые Надменно От них Я Отрекся И Предался Одной Музыке Труден Первый Шаг И Скучен Первый Путь Преодолел Я Ранние Невзгоды Ремесло Поставил Я Подножием Искусству И так Далее То есть Вот Просто Да Просто Рассказывает А Получаются Стихи Вот В этой Простоте Для меня Его Величие Вот Смотрите Ну вот Вот Казалось бы Это Буран Причем Даже Буран Он Вот Вот Начинается Едет Эта Самая Кибитка Вдруг Вдали Что-то Такое Темное Шевелится В белом Снегу Они Подъезжают Ну Вот Казалось бы Да Ну Вот Все Просто Ничего Подобного Смотрите Какие Пласты Мы Из этого Всего Вытащили Вот Вот По-моему Вот Так Я продолжу Меня зовут Тигран Спасибо Ну Ну Глюз За Ваш Тричу За То Как Вы Очень Красиво Доносите Действительно Как Величие Таких Таких Поэтов И В данном случае Я Накисушу Прозавец Как Пушкин Ну В общем Я На самом деле Не столько Вопрос 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 Сколько Комментарий Не Можешь Слышать На Рассуждение Во-первых О том Что То Что Говорилось Про Изучение В школе Я Просто По себе Помню Когда Я В школе Изучал Литературу Там Скорее Такое Ощущение Что Было Такое Рассмотрение Авторов Их Произведений С точки Возвращения Какую-то Проблематику И Ее Раскрываем На примере Какого-то Прозведения И В итоге В конце Должно Быть В голове Отложиться Какой-то Какой-то Тип Сочинение На то Как Честь В Капитанской Дожде Тоже Стоит И На самом деле Я Думал Как бы Это могло Исправиться Если бы Литературу Учили На мой взгляд Абекватно И Мне Больше Близка Близок Подход Как Наверное Знает Анну Веленскую Которая Про музыку Сейчас Рассказывает Примерно Так Как Литературные Процедения И авторов Нужно Расшифровывать То есть Чтобы Чтобы Ребенок Не просто И не в это Время Но он Заложил В себе Вот этот Навык Понимания Текста И В случае С литературой Понятное Дело Что Это требует Понимания Исторического Контекста Понимания Контекста Социологического И прочего Можно я уже Да У меня просто будет еще другое Смотрите Когда я преподавал В Кушкинской школе Я всегда проводил Открытый урок По первой главе Евгения Онегина И этот урок У меня длился Два часа Я читал И комментировал Вот Значит Вот То что вы говорите Ответ На ваш вопрос Учителя Должны знать То Что вы хотите Чтоб знали дети Да Мой дядя Самых честных правил Когда Ни в шутку За не мог Он уважать себя Заставил И лучше Выдумать не мог Что Это значит Вот Что значит Строка Он Уважать себя Заставил Он что Заболел И потом Заставил Что все вокруг Его уважали Ничего подобного Он умер Уважать себя Заставил Это значит Он умер А вот Теперь я прочитаю Еще раз Мой дядя Самых честных правил Когда Ни в шутку За не мог Он уважать себя Заставил И лучше Выдумать Не мог Его пример Другим Наука О боже мой Какая Скука С больным Сидеть И день и ночь Не отходя Ни шагу Прочь Какое Низкое Коварство Полуживого Забавлять Ему Подушки Поправлять Печально Подносить Лекарства Вздыхать И думать Про себя Когда же Черт Возьмет Тебя Все Понимаете Вот Достаточно Понять Что он Умер Как Весь Остальной Текст Сразу Ложиться В Правильную Ну вот Я не знаю В правильную Колею Так думал Молодой Повеса Летя в пыли На почтовых Оказывается Это Совсем Не его Дядя Это Дядя Молодого Повеса Ну и так Далее Весь фокус В том Что учителя Должны Это знать Да У Достоевского Всегда Комнаты Имеют Желтые Обои В цветочек Да И На самом деле Изначально У меня было Другое Тоже Рассуждение Насчет Того Как Ну опять же На примере Пушкина Как Меняется Вы говорили Сами Меняется Восприятие В разные Кременные Отрезки Истории Одних Тех Произведений То есть Вы Тоже Были На пример Интестентов Как Они В свое Время Это Пытались Эту Честь Криньева Себе Ну Не знаю Танец Сказал Нет И Просто Есть Ощущение Что Вот Сейчас Эпоху Нашу Которую Сейчас Называют Постправдой Такое Становится Сложно Делать Потому Что Особенно С великими Действительно Писателями Ну Что Я В том числе Считаю Великим В писателях Это То Что Действительно Каждый Может Найти В Их Словах Их Произведениях Свой Смысл И Он Будет Действительно Актуален И Та Жесть В Криньевской Дочке Она Про Это Но Когда Нас По Эпох Пусть Правда Есть Такая Проблема Что Это Свойство Оборачивается Обратной Стороной И Получается Что Любой Человек Действительно Может Обосновывать Свои Действия Свои Предпочтения Те Же Там Ну Вот Этой Заложенной Идеей И Допустим Сторонники Войны Говорят Что Они За честь Того Же Мундира Идут Воевать И На самом Деле Идут На неправедную Войну И Противники Войны Могут Точно Так И Так Может Быть С Разными Другими Идеями И Очень Хорошо Мы Это И Каждый Мог Опять Же Приписать Их Себе Хотелось Бы Понять Не Искажается Ли Вся Вот Эта Величина Великих Людей Когда Мы Переходим В Такую Непонятную Информационном Плане Эпоху Когда Тот Кто Владеет Информацией Действительно Может Повернуть Этот Вентиль В свою Сторон Возможно Это Хорошая Хороший Глубокий Вопрос На самом деле Пропаганда Пытается Сейчас Переписать Пушкина Я недавно Читал Статью О Черновике И Отеческих Гробах Ну Ладно А что Хорошо А что В 37 Году Пушкина Не Переписывали В 37 Году Были Знаете Всесоюзные Торжества По поводу Столетия Смерти Пушкина Вы Что Конечно Переписывали И в 37 Переписывали И в 41 Переписывали Я не знаю Там В 56 Переписывали Да Да Постправда И так сказать Доправда Никакого отношения К этому не имеют Пропаганда Все Переписывали Да Дополним Маленькое Очень страстно Получилось Мы На прошлой неделе В Варшаве Устраивали Кавкорол И читали Табинскевича И как выяснилось Что в 20-х годах Когда была Так называемая Советско-Польская война Был пропагандистский Плакат Где Пушкин Совместно с Мицкевичем Был изображен И они душили Каждой своей рукой Белого орла Символ Польши Так что Еще раньше Пропаганда использовала И Пушкина И Мицкевича У меня вот такой вопрос Несколько Покажется Странным Необычным Но это одновременно Про те вопросы Которые поднимались По поводу Образования В школе И Того что мы Услышали тут Вообще того что мы Многие Все наверное Сидящие здесь В зале Знают Большая проблема Постоянно Про нее говорят Сейчас В России С образованием Школьным Все знают Про эти уроки О важном Переписывают Пушкина Переписывают Все на свете Так вот вопрос Вы Филипп Я Куча сидящих Тут Выросли Мягко говоря В не самых Свободных Обстоятельствах Ну по крайней мере Мы учились В Москве И Ну как Пропаганда Была вся Та же самая Но каким-то образом Почему-то Мы Полюбили Капитанскую дочку Полюбили Толстого Перечитали их Там Не знаю Много раз потом Что-то новое Нашли В каких-то новых обстоятельствах Когда про нынешних детей Говорят Что Ну вот сейчас Задурят мозги Они будут Ходить все Строем И почему-то Выславлять То, что им на самом деле Глубоко чуждо Потому что В отличие от нас Они выросли Вот они Со своих Не знаю Пяти Семи лет Росли Абсолютно Свободными Людьми И я У меня дочь Она уже не подросток Ей 17 Вот Но она просто Она даже не может понять Когда с ней начинают Про это говорить Она не понимает О чем речь Потому что для нее Капитанская дочка Это капитанская дочка И то, что вот это вот Белый шум Который, например Вдруг Решит говорить Человек Который Что-то там Ее хочется Чему-то научить Она просто его не услышит И на самом деле Вот это вот То, что говорил Филипп Про людей Которых Гораздо больше Мы их не представляем Это в том числе Дети Это дети Там, не знаю Подростки Там, например От 15 До 25 Они уже Выросли Другими людьми И вот У меня вопрос Может быть Наоборот Все эти дети Должны Там жить Должны Это слушать Да Они находятся В бесконечном Внутренном Диссонате Потому что Они внутри Думают иначе Чем Зачастую Слышат Но Мы тоже Думали иначе Конечно Да Я извиняюсь Я вроде бы Даже Узурпировал Сейчас Да Да И мы тоже Думали одно А нам Талдычили другое Да И знаете Вроде ничего Вроде Выросли Не Могло быть Лучше Это 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 Всегда Так Да Значит Сейчас я уже Могу Об этом Сказать Вот Мой Любимый Восьмой Класс То есть Ну Где-то Вот 14-15 Летние Дети Двое Самых Моих Талантливых Учеников Значит На стенке Рядом Со своей Партой Написали We don't need No education Учителя Немедленно Разделились На два Лагеря Да Вот Были те Кто понимали Что это Значит И почему Это И К чему Это Да И были те Кто не понимали Возмущались Как это Им не нужно Образование Посмотрите На этих Сопляков После того Как страсти Побурлили Некоторое Время Протест В душе Этих Учеников Так сказать Ну Вот Выплеснулся И они Разрисовали Всю Свою Классную Комнату Знаете В стиле Вот Yellow Submarine Beatles Да Тут Уже Я не смог Ничего Поделать Потому что Когда я пришел В школу Эта классная Комната Уже была Заперта Изолирована И родители Этих Учеников Уже Собирали Деньги На то Чтобы Побелить Стены И потолок Это Вот То что Вы Да Вот Такая Реплика Да Да Помните Финаль Помните Финальные кадры Асы Мне кажется Это прекрасный Комментарий К разговорам о том Что Молодые люди Полностью Зомбированные Надежды Никакой нет Просто Их стоит Были И наверняка По-прежнему Решают Судьбы И таким Голосом Говорит Начинает Перечислять Разные Требования Немножко Подбрежнева Я сейчас стал Говорить Она Немножко Иначе Говорит Она Продолжает Говорить Начинаются Первые Ноты Перемен И Они Идут По Коридору И Выходят В огромную Ночь Где На полную Громкость Перемен Поэтому Конечно Хочется В этом Смысле Быть Уверенным А ни в чем Быть уверенным Нельзя Но Есть Прекрасный Текст Не только Ни одной Капитанской Дочкой Можно держаться Есть Прекрасный Текст Льва Рубинштейна Который Называется 12 Мне кажется Или 10 Пунктов Против Уныния Я страшно Его люблю Еще Потому что Я немножко Причастен К его Появлению Я предложил Рубинштейну Написать Для журнала New Times В момент Который Тогда казался Очень Очень Черным И Все были В жесточайшей Общественной Депрессии В 14 Кажется Году Боже мой О чем Мы тогда Вообще Могли Думать И В среди Это прекрасный Текст Я всем Советую Перечитывать Каждый вечер Сразу После Капитанской Дочки Там Есть Среди Прочего Строчка Такая Поможем Истории Давайте Поможем Истории Поможем Истории Вместе Капитанская Дочка Это Об этом О том Как Человек Который Только Что Прилаживал Мочальный Хвост К Мыслу Доброй Надежды Не боится Сказать Человек Который Очевидно Очевидно Его Сейчас Повесят Ты Не Царь А Самозванец Вор 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 И Батюшка Вор И А этот А этот Самый Пугачев Вместо Того Чтобы Его Повесить Исходя Из Своих Принципов Чести Потому Что Сцепление Обстоятельств Потому Что Потому Что Не Делает То Что Мы От Него Ожидаем И В этом смысле Простите За такую Ассоциацию Но Те Кто Читали Доктор Живага Думаю Тоже Знают Это Хорошее Индийское Кино Там Даже Маловато Для Индийского Кино Таких Цеплений Обстоятельств Встречаешь В темноте Какого-то Мужика Даешь Ему Зайчий Тулупчик И Потом Это Тебе Страшно Помогает Мне Кажется Что Кандидатская Дочка Есть Такой Зайчий Тулупчик В смысле Того Что Его Могут Использовать Как Пропаганда Все Можно Использовать Как Пропаганда Это Делали И Делают Это Примерно Единственное Что Эти люди Умеют Делать К К Какой Может быть Антидот У меня Нет Твердого Ответа На Это Но Возможно Один Из Антидотов Это Чтение Мередное Чтение Когда Ты Приходишь К К И Начинаешь Ее Просто Очень Внимательно Читать Внимание Вообще Страшно Полезная Штука Особенно Когда Тебе На Душе Тяжело Когда Ты Начинаешь Внимательно На Что Смотреть На Дерево Например Последнее Что Скажу В этом Смысле Дерево Я Год Ехал В машине С водителем По имени Сос Это Был Прекрасный Прекрасное Путешествие Я Пытался Я Пытался Прорваться В Грузию И В какой-то Момент Очень Очень Красивая Дорога Мне Мой Уже Почти Товарищ Сос Рассказывает Что Происходит Что Мы Видим Что Здесь Было Что И Я Говорю А Как Расскажите Про свое Имя Ну Это Это Дерево Переводится Как Дерево Хотя Это Не Совсем Так Одна Из Разновидностей Дерево Насколько Я Смоп Мы Мои Предки Поклонялись Деревьям Я Говорю Да Здорово Потом Он Выдерживает Паузу И Говорит Так Что Тебя Везет Полубог Это Я К тому Что С одной Стороны Надо Быть Очень Внимательным И Смотреть Например На Деревья Когда Совсем Тоска Берет И Примечать Детали И Ты Видишь Много Нового А Во-вторых У Армении Есть Это Чувство Истории В Капитанской Дочке Есть Чувство Истории В Этом Отношении Это Очень Утешительная Книга Опять же Потому Что Да Сейчас Марк Говорит Про 37 Год Когда Как Отмечали Пушкинский Юбилей Как Это Был Эпизод Присвоения Этих Стихов Переобувание Смыслов И Все Остальное Сейчас Происходят Подобные Вещи Но Вас не могут Забрать То Что Вас Не могут Забрать Кто Вас Может Забрать Капитанскую Дочку Кто Человек Который Внимательно Прочитал Капитанскую Дочку И Видел Что Прочувствовал Что Такой Береги честь Смолоду И Поверил В Это Он Я уверен Что Он Сможет Отличить Вранье И Какую-то Хренотень Пропагандистскую Про То Что Вот Я вам Сейчас Покажу Откуда Началось Нападение Ну Как Алло Это Невозможно Поверить Это Хочется Верить Потому Что В это Невозможно Поверить Поэтому Человек Который Внимательно Читает Капитанскую Дочку На Микине Не Приведешь Давайте Дальше Прилаживать Мочальный Хвост К мысу Доброй Надежде Спасибо Большое Совершенно Отдельное Спасибо За слово Хренотень Потому Что Оно У меня Вертелось На Языке И Я Никак Не Рисковал Высказать Вот И Ну Я не знаю Мне кажется Что Филипп Потрясающе Завершил Нашу Встречу Нет Пожалуйста Да Спасибо Большое У меня Тоже Есть Вопрос Может Это Электорический Какой-то Больший Вопрос Или Несколько Электорических Вопросов Я Слушал Вас Мне Было Так Много Аналоги Сегодняшних Днём Я Учился В Рекодин Школу Современной России После Распада Семьянского Союза И Вы Читали И Котлован Черенгур Такие Серьезные Произведения После Прочтения Которых Невозможно Быть Таким Сторонником Государства Пропоконкистом Однако Я смотрю И вижу Что Мои Средственники Некоторые Идут В соседние Государства Вряд Ужасные Вещи И У меня Немножко Понимание Как После Прочтения Таких Вещей И Русской Литературе В этом Феномене Русской Литературе Очень много Хорошее Произведение Просто Понимание Прочтение Которых Нельзя Так Прям Слепо Следовать Государству И Способны ли Литературу Действительно Что-то Изменить Способна Она Как-то Повлиять Это Первый Риторический Вопрос И Второе Почему Российское Государство И даже Советский Союз Давал Школьникам Прочистить Эти Произведения Потому Что Если Ты Действительно Прочтешь И Поймешь Ты Не Будешь Сле Пойти За Советской Властью За Нынешней Властью И Для Меня Вопрос Почему Это Остается До сих пор В школе Спасибо Про первый Вопрос Могу сказать Что Я его Задаю Себе Регулярно Очень Хотелось Чтобы Был Какой Нибудь Волшебный Витамин И Чтобы Культура Работала Как Антидот Против Всей Спасибо Да Глупости Безумия Преступления И всего Прочего Мы знаем Что Это Так Не Работает К сожалению И убеждались За 20 Век Неоднократно В этом Но Здесь Остается Сказать Честно Это Медленные Процессы Невозможно Чтобы Люди В Конце 90 2000 Годы Прочитали Архипелагу ГУЛАГ И сказали Я проснулся В другой Стране Во-первых Как Прочитали Во-вторых Какое Количество Людей В-третьих Как Про это Поговорили В-пятых Что Было Еще Кроме Архипелагу ГУЛАГ В-шестых Какой Уровень Происход Какой Уровень Оглушить Оглушать Как Людей Оглушать Другими Способами Мне Кажется Что Мы Можем Скорее Радоваться Тому Что И сейчас Есть Большое Количество Людей Которые Несмотря На то Что Эти Произведения Вытаскиваются Из школьной Литературы Их читают И Это Медленные Процессы Это Не может Пройти За раз Но Это Начинает Работать И так Кажется Всегда Работало Помните Этот Анекдот Про Как Мне Заставить Сына Прочитать Войной Мир Анекдот Семидесятых Абсолютно Верно Люди Которые Читали Одни И те Жи Книги Которые Не Соответствуют Нынешнему Курсу Партии Правительства Это Люди Которые Составляют Тайное Общество Которые Это Соединение Когда Ты узнаешь Людей В толпе И Когда Сегодня Я читаю О том Что Люди В Москве В Екатеринбурге В Казани Вешают Зеленую Ленточку Ночью Стараются В Новосибирске На столб Наклеить Нет войне Рискуя Свободой А может быть И жизнью И вдруг Видят Что на этом Столбе Уже висит Табличка Нет войне Листовка И ты чувствуешь Невероятную Я Говорил с этим людьми Ты чувствуешь Невероятную Эйфорию От этого Чувствуешь Невероятную Эйфорию Есть Замечательное Исследование Саши Архипов Мемориал Собирается Продолжать Его Вместе с Сашей Про То Как Какие типы Антивоенных Антивоенных Протестов Сейчас есть Например Есть то Что можно Назвать Саша Это называют Семиотические Партизаны Есть Среди прочего Такой тип Протеста Когда Люди Делают Значки И Навешают Их Не на Сюда Не там Где можно Увидеть А под Подкладку Или Женщины делают Татуировки Но там Где только Муж Может увидеть Антивоенные Или Другие Протестные Это Важно Для Человека Ему Важно Чтобы Он Знал Что Он Что Он Вот Так Смотрит На Мир Что Он Так И Так Действует Литература Если Вы Обернетесь Вы Увидите Книгу Которая Только Что Была Издана Книга Называется Не Трогай Нас Ее Автор Михаил Изенберг Один Из Я Не знаю Какое Слово Подобрать Моих Любимейших Это Субъективная Объективная Величайшая Поэта В наше Время Объективная Которая Разговаривает Про то Что Сегодня Происходит И Находит Для этого Необыкновенные Слова И Люди Которые Сегодня Читают Его Стихи Или Стихи Других Замечательных Поэтов Это Люди Которые Видят Другого В Толпе И Это И Есть Наш Зайчий Цулупчик Это И Есть Давайте Поможем Истории Вместе Так Что Я думаю Я смотрю на это Каждый раз Так Говоришь Совершенно Непонятно Нужно Еще Вопрос Задавить Вот У меня Какой Вопрос Я Обожаю Пушкина Ровно За Вот Это Чем Капитан Слава Конечно Самая Счастливая Счастливая История Чудо Берес Ну И Вообще Пушкин Мы Очень Много Чуда Чудо Жизнеливия И Мне Кажется Что Гриньофф Вообще Вся История Вот Этого Береги Честь Смолодом Она Прекрасна Тем Что Ты Частная То Есть Его Жизнь И Жизнь Ему Невеста И Вообще Девушки Которая Ему Гораздо Важнее Он Ради Этого Готов Пройти Все То Он Идет На самом Теле Своей Частной Повест Своей Частной Жизнью Его Будет Служить Казалось Мы Можем Посмотреть Честь Таким Таким Образом Что Он Готов Пренебречь Даже Честью В некотором Смысле Он Старается Все Это Совместить Но На самом Деле Мне Кажется Поскольку Я считаю Что Это Один Из Самых Больших Дефицитов Сегодня Это Частная Которая Пытается В общем Куда Нибудь Выйти Где Заказаться Чтобы Вообще Заметить Человека И Я вижу Уже Марк Ищет В тексте Я Относительно Недавно Перечитывала Я помню Что У меня Было Глобальное Впечатление Именно То Что Действительно Вальтер Спотт В этом Смысле Частное Действие Частная Жизнь Она Столько Столь Значима Что Она Может Пробиться Через Исторически Большие События Да Я тут Значит Вот такая Цитата Я отвечал Пугачеву Слушай Скажу тебе Всю правду Рассуди Могу ли я Признать В тебе Государя Ты человек Смышленый Ты сам Увидел бы Что я Лукавствую Да И тут Дальше Я Природный Дворянин Я Присягал Государыне Императрице Тебе Служить Не могу Коли Ты в самом Деле Желаешь Мне Добра Так Отпусти Меня В Оренбург Все Он Присягал Ну я В этом И есть Хитрости Этого Эпиграфа И вообще Этого слова В романе Если бы Все было Так просто Я присягнул Всем всего Самого доброго Честь Имею Ну Слава Богу Это не об этом И слово Честь Несколько раз В этой Книге Это Вопрос Да А любовь И обещания Любимой женщине Это Как она Соотносится с тем Что ты присягал У Пушкина Эта тема Тоже существует Безусловно Да Но я другому Отдана И буду век Ему верна Это Капитан Это Извиняюсь Дубровский Когда Маша Выходит Из-под венца И говорит Все Стоп Да То есть Для него Это тоже Было важно А то Что вы Говорите Это еще И Совершенно В духе Романтических Повестей Отношения Значит Вот Значит Молодого Человека К своей Возлюбленной Да Это Из серии Вот Романтического Такого Сентименталистского Отношения Влюбленных Это Это Вопрос Который Постоянно Возвращается Смеешь ли Выйти на площадь Должен ли Ты выходить на площадь Зная Что Тебя Ждет Должны ли Люди Которые Сидят В Пыточных Условиях Скажем В Беларуси Подписывать Просьбу О помиловании И Кто Может Кого Судить На этот Последний Вопрос Слава Богу Ответ Очевиден Точно Не те Кто Сидят На свободе На диване И кого-то Чему-то Ручит С этими Все Понятно Но Но Вот Наверное Об этом Говоришь Да Я говорю об этом Но мне еще кажется Что отчасти Пушкин дает на него ответ Вот что Не очень ценно Что частная жизнь Что ты Вправе Твигать Что угодно Ради частной жизни Пай Ну это Маш Ну это Что же Очень известный Вопрос Он Известный По литературе Вопрос Это Долг Или Любовь Да Это В общем Один из Из вечных Литератур От этого Не легче И Нет Который Ни в коем случае Конечно Не легче От этого Еще тяжелее На самом деле Мне кажется Простите Мешайте Мне кажется Утушен Но есть Прекрасный Ответ Вы так Замечательно Говорите Оба И так Прекрасно Читаете Вы упоминали Здесь Собственно Годовщину Сосейского Чем чаще Празднует Лицей Свою Святую Годовщину Тем Робче Старый Круг Старый Круг Друзей В Семью Стесняется Едину Тем Тем Реже Он Тем Праздник Наш В своем Веселии Мрачнее Тем Глуше Звон Заздравных Чаш И Наши Песни Тем Грустнее Так Дуновенья Бурь земных И нас Нечаянно Касались И мы Средь Пиршеств Молодых Душою Часто Омрачались Мы Возмужали Рог Судил И нам Житейские Испытания И смерти Дух Среди Среди Нас Ходил И назначал Свои Заклания Шесть Мест Упраздненных Стоят Шести Друзей Не Узарим Боли Они Разбросанные Спят Кто Здесь Кто Там На Ратном Поле Кто Дома Кто В семье Чужой Кого Недуг Кого Печали Свели Во мрак Земли Сырой И надо Всеми Мы Рыдали И Мниться Очередь За Мной Зовет Меня Моль Дельбик Милый Товарищ Юности Живой Товарищ Юности Унылый Товарищ Песен Молодых Перов И чистых Помышлений Туда В толпу Теней Родных Навек От нас Утек Ший Гений Тесней О Милые Друзья Тесней Наш Верный Круг Составим Почившим Песнь Окончил Я Живых Надеждую Поздравим Надеждой Некогда Опять В Перу Лицейском Очутиться Всех Остальных Еще Обнять И Новых Жертв Уж Не Страшиться Извиняюсь Я Все равно Буду Страшиться Новых Жертв Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»